Всем привет! Мы находимся в салоне All Time Русаковской, дом 1, и в этом выпуске мы рассмотрим некоторые часовые новинки. Начинаем! Итак, начнем с новинки от Citizen. Сколько всего интересного, многообразного есть на циферблате этих часов. Ну, сам по себе, в принципе, и корпус достаточно интересный. Он выполнен из стали с розовым IP-покрытием, плюс еще и кожаный ремешок в темно-коричневых таких вишневых оттенках. Очень и очень смотрится премиально, и все это прекрасно сочетается с неким таким, это даже не винтажный такой, ретроградный стиль. Обращать на себя внимание, на позиции 12 часов там есть указатель заряда кварцевой батарейки. Там вот можно видеть левел 1, 2, 3, ну и, собственно, это говорит нам о том, о какой же там все-таки заряд. Во всем остальном, в принципе, это хронограф, который работает классическим таким вот способом, плюс еще есть и тахиметр, что тоже немаловажно. Секундомер, кстати, с точностью до 1,5 секунды и временем измерения до 12 часов. Один из циферблатов нам об этом прекрасно говорит. У нас циферблат с метками в виде штрихов и защищен он прочным, ой, как невероятным сапфировым стеклом. Но при этом, несмотря на многообразие шкалы циферблатов, здесь, конечно, поражает общий облик и, ну и все те лучи, которые мы получаем, когда падает свет. Если немножечко поиграть, начинается вот этот такой своеобразный Sunray, и он играет абсолютно везде. И на шкале тахиметра он начинает играть и на самом циферблате. Плюс метки, они дают еще такие яркие, мерцающие блики, когда попадают прямые любые другие лучи солнца и не только. Должен обязательно сказать 1251, порядковый номер этих часов, потому что это лимитированная коллекция. Всего лишь 2100 экземпляров, и вот 1251 сейчас у нас в руках. Раз уж получилось, что у меня сегодня не деловой, но костюм, так, можно отрегулировать, конечно же, ремешок непосредственно под себя, но смотрится вот в коричневых оттенках розовое золото просто великолепно. Причем вот не теряется этот такой коричнево-графитово-бежевый циферблат со всеми блестящими светящимися элементами. Опять-таки, вот это самое розовое золото, уверен, будет здорово смотреться под любой цвет костюма, будь то синий, будь то черный, ну и с черным чуть-чуть посложнее, черному вообще очень сложно угодить. Либо должно полностью сочетаться, либо должно быть сверхяркое. Опять-таки, это имха, как говорила молодежь прошлого десятилетия, если вы считаете иначе, мы будем рады поменяться с вами мнениями, обменяться с вами мнениями. Что касается слова такого, Citizen, Citizen появился несколько раньше, чем открылась компания с таким вот названием. Под этим именем Институт часовых исследований в 1924 году выпустил новые тогда карманные часы. А Институт сам по себе открылся в 1918 году, поэтому больше, чем 100 лет. А вот тем самым карманным часам вот скоро-скоро, через год стукнет как раз-таки первые 100 лет. Название придумали исходя из заявлений токийского мэра. Он просил исследователей создать часы, которые смогут быть доступными любому гражданину, любому простому абсолютно человеку. Ну а до этого, конечно же, все это стоило очень дорого, неподъемных денег, нужно было целый дом продать, чтобы часы себе купить. Утрирую, конечно же, но все же. Благодаря как раз-таки усилиям этого мэра часы стали более доступными. Да и вообще слово Citizen переводится с английского Citizen как гражданин. Поэтому доступные часы каждому гражданину. Санта-Барбара Пола и Ракет Клуб появились в 2013 году. Первая презентация была в Гонконге, а уже в 2014 году их, собственно, вся мировая общественность признала, потому что они тогда и теперь уже постоянно выступают на мероприятии Basil World, где мы с вами можем наблюдать часы и ювелирные изделия. Так что это не только про время, это, конечно же, еще и про аксессуары высочайшего стиля и качества. Форма не круглая, но, знаете ли, во всем остальном достаточно обтекаемая. Нет острых углов, хотя грани, они прямо, скажем, проглядываются. Чтобы это представить как-то, ну, как хронограф, что ли, да, здесь очень много циферблатов. Привычное, казалось бы, представление, когда у нас с вами день недели и даты в виде окошечек, здесь мы с вами можем наблюдать как дополнительные циферблаты. Много всего, но, скажем так, в современном вот в этом цифровом мире смотреть просто так, что у тебя сегодня вторник или среда только потому, что у тебя есть еще один циферблат. Но, опять-таки, кому как больше нравится, у кого какая коллекция часов, насколько она богата и готовы ли вы эту коллекцию разнообразить вот этим решением. Страна Соединенные Штаты Америки. Есть еще один циферблат, который отвечает у нас за 24-часовой формат времени. Но здесь даже не в циферблатах, наверное, дело, здесь еще и общее состояние, общая атмосфера. Потому что каждый следующий циферблат, каждый следующий вот этот диск, каждый следующий круг, он, конечно же, играет с солнечными лучами. Есть у каждого такая своеобразная фаска, которая, если мы с вами начинаем поворачивать часы, они очень здорово смотрятся. Поэтому вот этот хромированный, металлизированный блеск, он здесь прекрасно представлен. Посмотрите на браслет. Есть центральная линия, отполирована она, но и то, что вроде казалось бы такое матовое, да, все равно имеет легкий отблеск, прям вот по краю идет вот такой вот блестящий бордюрчик. Раскладывается браслет и очень миниатюрно, действительно, смотрятся изящно эти часы на запястье. Западная головка, она сильно не выпирает, но при этом при всем она в корпус немного вот так вот утапливается. Не сказать, что это прямо защита, но при всем при этом она не задевает. Вот скорее даже для того, чтобы она просто не задевала одежду. И это тоже мы с вами можем наблюдать. Ну и на задней крышке у нас есть небольшая гравировка. Мы можем видеть, собственно, как называется бренд. Santa Barbara Polo and Rocket Club. Если вы любите оригинальные виды спорта, может быть, вы играете Polo. На зеленом циферблате очень здорово смотрится фактура. Вот этот рельеф, который нам демонстрирует бренд Santa Barbara. Ну и, конечно же, весь этот зеленый, ну такой, опять-таки, не кислотный, не яркий, не насыщенный, такой приглушенный зеленый цвет, прекрасно сочетается с общим стальным металлизированным фоном, который создают браслет и корпус изделия. На все случаи жизни такая хорошая, добрая лошадка для игры в Polo и для того, чтобы каждый день иметь достойный аксессуар. Очередная новинка, и в данном случае Восток Европа. Вот эти часы, вот эта линейка, как, впрочем, и все часы Восток Европа, название свои получают в честь достижений советской науки и техники. В данном случае это космическая станция «Алмаз». Базовый проект советской космической станции, которая была создана в 1960-х годах прошлого века, именно в начале 60-х. Как же выглядела эта самая станция «Алмаз» мы можем видеть с вами на, ой, богато украшенной задней крышке этих часов. Они крупненькие, они большие, они хронограф, но в данном случае бренд добавил немного чего-то из серии Голливуда. Можно было просто написать «космическая станция «Алмаз», но нет, здесь «Алмаз» Space Station». Согласитесь, «Space Station» звучит гораздо громче, нежели «космическая станция». Ну, а здесь все, конечно, так же масштабно, как и космические разработки, неважно, о какой стране идет речь. Здесь все выглядит очень интересно, очень богато. Здесь, кстати, кольцо безеля, которое вращается в одном направлении, поэтому здесь мы можем с вами говорить о том, что это прям в стиле дайверов выполнены часы. О том, что метки и стрелки светятся в темноте, мы можем говорить уже даже, когда видим впервые эти часы, нам совсем не обязательно куда-то в темноту эту самую погружаться, а светятся они, прямо скажем, очень даже хорошо. Часы достаточно большие, часы достаточно объемные, 47 миллиметров, о-хо-хо, и толщина 16 миллиметров, ну, как бы не под костюм, футуристично, по-космически как-то интересно, поэтому такие часы на съемки любого кинофильма про космос, я думаю, что «Стар Трека» таких даже не мечтали, но вот все, что будет сниматься дальше, в том числе и на отечественном, на отечественной сцене кинематографа, я думаю, так или иначе, может с достоинством носить эти часы. Еще одна новиночка от All Time от бренда Thomas Sabo. Thomas Sabo – немецкий производитель, который производит и часы, и ювелирные украшения. А бренд был основан в 1984 году и всего буквально-таки за несколько лет сумел завоевать всемирную популярность. Часы, которые оснащены кварцевым механизмом, а дизайн, ну, единственный в своем роде. Посмотрите, пожалуйста, и розы ветров, и компас, и иногда там можно разглядеть часовые стрелки. Так, в общем, и не скажешь сразу, что это часы. Эмоции точно будоражат, а вот разглядеть ли время получится у вас или нет, ну, не знаю. Можно наблюдать секундную стрелку, вот она так будет говорить о том, что, в принципе, вот этот аксессуар служит еще и для того, чтобы наблюдать время и фиксировать его. Ну, а в данном случае, конечно, переосмыслена популярная линейка часов Spirit. Это мужские часы, которые называются Rebel Spirit Compass. И что-то мистическое, что-то воздушное, даже неземное, конечно же, здесь чувствуется. Что-то, то, что прошло сквозь столетия, и вообще даже земным-то и не является. Настолько интересные фантазии могут возникать, когда вы выбираете для себя эти часы, и эти часы попадают вам в коллекцию. Вот сейчас прикладываю к своему костюму и четко понимаю, что, ну, конечно же, это не про бизнес, безусловно. Это про эмоции, это про аксессуар. Если обратить внимание на корпус, на вот этот ободочек, то в качестве меток там можно увидеть, правильно, буквы бренда Thomas Sabo. Начинается это от, вот, с девяти Thomas, в три заканчивается, и Sabo внизу у нас также написано. Буквы, метки в виде букв бренда, достаточно оригинально. Так, при этом у нас водонепроницаемость абсолютно символическая. Это кварцевые часы на батарейках из нержавеющей стали. Немного технических особенностей, но здесь не в технике дело. Здесь, конечно же, именно дизайн, именно эмоции, именно дух. И еще одна новинка от Casio. Ну, как новинка, очередная интерпретация интересных решений от Casio про трек. Вообще, компания Casio имеет несколько фабрик, большинство из которых расположено в Восточной Азии, что неудивительно. Главное предприятие, с которого началось становление бренда, находится в префектуре Ямагата. Это, конечно же, Япония. Именно здесь производятся флагманские модели брендов, а также дочерние марки, в том числе и про трек. Давайте про про трек поговорим. И весь образ этих часов Casio говорит о том, что это часы для путешествий, для активного образа жизни, для преодоления себя. И, чтобы часы вам помогали, но при этом при всем не мешали, про трек использует специальные технологии и специальные материалы. Впервые в часах про трек или любых других часах Casio корпус и ремешок изготовлен из экологически чистого биопластика, а не из каких-то там химических полимеров. На это тоже мы с вами обращаем внимание. В отличие от G-Shock, кстати, посмотрите, не круглая кнопка, которая включает подсветку, а она вот такая вот спрятанная в дизайн, прямоугольная. Только насечки могут нам дать понять, что это действительно кнопка, но поначалу можно растеряться. А так в районе 6 часов находится светодиодная лампочка. Ну и, конечно же, огромное количество всяких различных функций, которые мы здесь с вами можем наблюдать. Потому что здесь и барометр, и различные другие функции, которые позволяют работать даже при самых экстремальных температурах. И если вы экстремал, о да, эти часы точно надо для себя выбирать. Насколько элегантно для тех, кто ведет активный образ жизни, в современном мире все уже друг с другом прекрасно сочетается. Но вот этот зеленый болотный милитр цвет, конечно, никогда ни с чем не перепутаешь. А большие и крупные стрелки немного напоминают вот эти самые походные пики ножи. Что касается восхождения, часы могут хранить до 30 записей о высотных точках рельефа местности. Поэтому, вы знаете ли, не просто время измеряете, не просто вперед идете, но и вот такая вот интересная диаграмма тоже может у вас получиться. Ну и все достаточно удобно, собственно, как и всегда у Casio. Ну и в отличие от других моделей, они, правда, достаточно миниатюрные. И в момент восхождения эти часы вот именно вам помогают, но ни в коем случае не мешают. Многообразные новинки и разноплановые новинки в All Time. Обязательно приходите в салон со всеми новинками, познакомьтесь лично и выбирайте для себя часы, которые вам ближе, которые вам действительно будут помогать. Кому-то с точки зрения стиля, а кому-то с точки зрения функциональности. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, всякие разноплановые, нам приятно их читать. Ну и не пропустите следующее видео на канале All Time. Всем счастливо!